Всем привет! В прошлом выпуске я уже начал знакомиться со стартапами в Харькове, но чувствую, что увидел еще не все. Знакомьтесь, сегодня в серии Марк и его кафе с енотами. Мы просто оборвали обои и там их нет. Сергей и его робот для игры в настольный теннис. Наступает момент, когда кажется, сколько ж можно этим заниматься, пора уже бросить. И Саша, человек, которого я встретил абсолютно случайно и чья история просто взорвала мне мозг. Я вернулся с суда, я занялся кальянами. В общем, не переключайтесь, мне сегодня будет чем вас удивить. Так говорил главный герой мультфильма «Тачки». Каршеринг – это еще один бизнес, который не развивается почему-то в нашей стране. Но я уже на пути к этому, потому что, приехав в Харьков, первым делом я взял машину у тачки. Сейчас меня интересует, можно ли делать бизнес, если ты любишь животных. Точнее, можно ли делать бизнес с животными, если ты их любишь. На эти и другие душещипательные вопросы ответит владелец заведения с енотами. О, тут какашки. А нет, это просто капли. Здрасте. Доброе утро. Здрасте, я Вова. Марк. Приятно познакомиться. Очень приятно. Итак, это Марк. Ему 25. И если многие дети в детстве мечтают о собаке, Марк всегда мечтал завести енота. На пути к этой мечте его не остановило ни отсутствие денег, ни отсутствие жилья. Лизу и Барта Марк завел просто живя в студенческой общаге. Ну, а дальше немножечко риска, терпения, еще щепоточка ужаса и отчаяния. Ну и вот, первое в Украине кафе с енотами открылось. Хорошо, расскажите мне, где еноты. Пойдемте. Сейчас наш линейный продюсер будет рассказывать. Опа, здорово. Ракета? Лиза и Барт. Ракета, если что, это отсылка к фильму «Стражи Галактики». Посмотрим, как ты будешь ржать, когда я всажу тебе в рожу. Дать здесь пуль. Это Лиза побольше, посветлее. Поменьше, потемнее. Мальчик Барт. Как они себя ведут вообще? Отлично. Абсолютно социальные. Подойдите ближе, увидите. Привет. Это больше чье семейство? Собак? Енот Паваскун. Семейство собачье, но самый близкий их родственник – это медведь. Нашел в Ютубе, в интернете, в Сингапуре кафе с енотами. В азиатских странах посмотрел, что тоже есть. Я думаю, в Украине надо сделать такое первым. Лиза в данный момент просто по стене ползает. Это ее спортивный уголок, она занимается фитнесом. Они вместе спариваются? Ну, не сейчас. Но будут? То есть, будет у них какой-то помет потом дальше? Сейчас мы кастрировали Барта. Видимо, не будет тогда. Не будет, к сожалению. Но они могли и могут это делать. Просто честно в удовольствие, да, как говорится. По кайфу. Ох, чувствую, вас там уже проснули зоозащитники. Что, мол, как это так? Мучить животных? А вы вообще у енотов спросили, хотят ли они, чтобы их кладили какие-то левые люди? Так вот. Отвечаю. Еноты очень социальные животные. Им просто реально необходима компания. Ну, а если Барт и Лиза вдруг не захотят ни с кем тусить, они просто залазят повыше и игнорируют вас. Ну и все. Я же думал, сейчас я зайду, а здесь просто ползают по всему. Вот, ползают по всему здесь в комнате. Нет, это же антисанитария. Нельзя совмещать животных общепит. Это глупо. Вам очень повезло. Как раз первый раз они ночью открыли комнату. Сами? Сами. Барт залазит со стула, со стула, с лавочки. И, получается, открыл эту дверь, перевернули немножко мусора. И вот что произошло с нашей кухней. Можете зайти посмотреть. Ооо. У нас это не секрет. Ооо. Вот это кайф. Так это же как в американских фильмах. Это все просто. У нас поломали все, поразорвали все. Все везде. Там пачки сока открытые, съеденные. У них какая-то еда. Мы выгребали. И этот сахар до сих пор лежит. Поэтому они это все разнесли. И то же самое было в зале. Мы успели хотя бы немножко убрать. Блин, это очень трушно. А до этого они где жили? У вас дома? У меня дома. Я жил вообще в общежитии университета. Но там этого не заметили. И там была маленькая комната, на которой мы просто оборвали обои. И там их нет. Ну, то есть. И они выносили вот так вот это всегда. Это стандартная ситуация. Когда ты домой пришел, такой все это разгреб. Лег на кровати. Такой, ну ладно. Просто в общаге политеха, например, такая ситуация постоянно в любой комнате. Там просто еще по бокам 8 коек стоит. Ну, то есть не 8, а 4 койки. Многие делают так, что ищут кому это нужно, а потом открывают бизнес. То я понимаю, что это ваша любовь была изначально. И типа увидели еще, что к этой любви можно сделать бизнес. И тогда уже открыли кафешку. Хотел енота себе. Всем нравится енот. Благо там Marvel помогли. Прорекламировали енота ракету. И стало это всем еще больше интересно. И меня убивал этот парадокс, что людям нравятся еноты. Я сидел в кофейне, у девочки татуировка енота. И они вживую их ни разу не видели. То есть они фанаты чего-то, чего они в жизни даже не знают, как это выглядит. Ага. Они не трогали это. И это стало... Это было актуально. И это людям нравится. И все приходят. Прикольно, что Марк вообще не вкладывался в рекламу заведения. Ему бесплатно помогли зоозащитники тем, что подняли волну хейта. Потом они побывали в кафе. Посмотрели, что енотам тут, ну, вполне себе отлично. И сняли все свои претензии. После открытия, после первых дней, к нам действительно пришла зоозащитница. И она пришла, выключили перед ней свет и сказали, извините, еноты ложатся спать. И она такая... Класс! Вообще прям... Ну, мы не знали, кто она такая. Она только потом представилась, когда ее не пускали к енотам, зоозащитнице. Ну, так совпало. Волна хейта стихла, а бесплатная реклама заведения сработала. И народ повалил сюда толпами. Хотел спросить, я не могу понять, это ваша инфантильность или это... Ну, то есть вы фанаты игрушек и всего остального, потому что они здесь везде. Крокодилы, бегемоты, единороги, или это все игрушки енотов? Во время карантина к нам приносили игрушки. Для них? Да, для них. Они играются мягкими игрушками, не разными игрушками играются. И... Что они с ними делают? Просто, типа, кусают или грызут? Грызут. Ну, есть у них особая любовь к мягким игрушкам из-за их выращивания. Я же их взял с двухнедельного возраста. И вместо мамки я... Ну, им нужно было, чтобы они смоктали что-то. Я им дал пальцы, чтобы они насмоктались. Зубы вырастают, руки уже все в крови, искусаны, уже больно. И я приучил их к мягким игрушкам. Это рефлекс детства, то есть поэтому мягкие игрушки... А не чувствуешь, что они там, типа, в ворс какой-то попадет? Они это не едят. Они выплевывают. Им интересно... Просто сам процесс. Там есть какой-нибудь мячик, который что-то делает. Еноту классно вытащить из него внутренность, засунуть лапу, разорвать мячик и выкинуть мячик. Именно прикол в том, что... Это тотальное разрушение. Самый челлендж... Да, вот игрушка с шариком внутри или с колокольчиком. Надо сломать палочку, вытащить шарик, игрушку выкинуть. Неинтересно. Шарик, цель достигнута. Мы все сделали. Я вот смотрю, судя по помещению, хотя это центр города, оно небольшое. Дорого было брать его в аренду? Поскольку это подвальное помещение, оно оказалось очень дешевым. Нет такого, что этот весь бизнес чисто как для развлекухи, как для своего удовлетворения, или он уже начинает приносить деньги? Наше кафе купилось очень быстро. Мы выстрелили и стали знаменитыми, потому что у нас было очень много телеканалов. Всем понравилась идея, всем понравилась история. Были первые новаторы. Мы заработали свой первый миллион за два месяца. И за два месяца мы окупились. А что дальше? Вот дальше, типа, вот сейчас? Развиваемся. Дальше докручиваем. Появилось меню. Сейчас появляется мерч. Занимаемся этим. Повышаем качество. Делаем все другое. Сейчас есть даже банальные картины. Улучшаем. Все делаем. Все докручиваем, чтобы мы были не просто в кофейне. Потому что первое время, первый год мы как Макдональдс, как KFC работали. Это не реклама, извините. Там всегда толпа. То есть народ идет, идет, идет. У нас то же самое было. То есть 100 круассанов за день. Тьфу, улетели. Нету. И вот так все было быстро. А сейчас уже меньше людей. Более крафтовость появляется. И больше уютность создается. Если раньше средний гость у нас проводил время 5-7 минут. В лучшем случае это уже еще и кино там зайти. Ну плюс-минус там до 10 минут. То сейчас я уже хочу, чтобы они играли в настолки. Чтобы они тут отдыхали. Давай перейдем в зал, чтобы посмотреть, как там все устроено. Само кафе совсем небольшое. В меню в основном кофе и десерты. Интерьерчик скромный. И пока до азиатских инстакофейн заведению Марка откровенно далеко. Но при всем при этом каждый день здесь отбоя нет от посетителей. Дети выстраиваются в очередь, чтобы только поглотить Барта. Или подарить Лизе новую игрушку. Наши продюсеры Таня интересуются, где вы купили енота. Мы несколько месяцев потратили, почти 4 месяца, чтобы купить енота. На OLX, на всех сайтах постоянно пытаются кинуть и разводят людей. Серьезно? Да, 24 на 7 каждый день в OLX появляются объявления. Ручные еноты, новые еноты, маленькие еноты. Это все вранье, потому что этого нет. Особенно у вас в Киеве любят это делать. Пытаться предложить енота, а там никого нет. Мы нашли единственное место. Это поставщики экопарка. И у них, у их заводчиков родились дети. То есть енот рождается раз в год. Это важно всем знать, потому что они рождаются только зимой. Ну, когда зима, снег сошел, потеплево, весна. Все, еноты родились, больше их не будет. Сколько они стоят? Еноты дешевые. На самом деле дешевле, чем породистые собаки. Десять тысяч один. Мы за двадцать тысяч, даже меньше, купили двух енотов еще маленькими с ладошку у двухнедельного возраста. Мне нравится эта удобная поза максимально? Еноты одни из тех животных, которые спускаются с дерева вверх ногами. И вот они постоянно лазят вниз. И ей удобно лежать, она так лежит низом. И чтоб ее тут и чухать, можно было бочок так, и как бы лежать ей нравится. Сколько, если не секрет, плюс-минус было в стартовый капитал? Какой нужен был для вот этого, не считая покупки енотов? Я могу сказать, четкая сумма, она у нас закрылась фантастическим образом. 300 тысяч ривен. Это типа 20 тысяч баксов приблизительно. Тут было другое кафе, оно загибалось. Оно загибалось, я выкупил у них мебель, я выкупил у них столы, стулья, диваны и все это дело. И просто там перекрасил, переремонтировал, отреставрировал. То есть мы максимально-минимально вложились. Мы не располагали большим бюджетом. Я две недели до открытия каждый день ел хлеб и пил воду с крана. Дальше денег все равно не хватило. То есть я сказал партнерам, надо добавить денег. И даже с учетом этого мне не хватает, мне надо доложить. Я начал просить там, ну у себя нету. У друзей, знакомых мне никто не дает. Я пошел в монобанк. Мне монобанк дал кредитный лимит ноль. Я уже не знал, что делать. Я пошел в швидкие грощи. Я попросил у них денег и мне отказал микрозайм. Ну я просто с Горловки, с Донецкой области. У меня недвижимости нет, машины нет. Живу в общежитии и как бы еще и денег нет. Что у него брать? Наверное, они подумали. Ну шо он неудачный. Я пошел, сдал в ломбард браслет золотой свой. Мне там подарили на 16 лет. Там дали мне за него 8 тысяч, там что-то такое. И я начал уже звонить не то, что уже друзьям, знакомым. Я уже звонил там мало знакомым людям, с кем я общался и просил денег. Я позвонил коллеге со старой работы и он буквально сразу сказал, не вопрос. Через час мне скинул там денег и даже не попросил ничего взамен. Ну то есть сказал там, вернешь, когда сможешь. И я смог открыться. У нас сразу пошли люди, пошли огромные толпы людей. То есть началось все настолько хорошо, что за весь август я погасил все кредиты, я закрыл все рассрочки, я вернул все долги. И получается, я ходил мимо этого ломбарда здесь в центре и смотрел, как бы там. Я зашел все-таки и выкупил там на 4 тысячи дороже свой браслет, но я его выкупил, он у меня дома лежит, поэтому я его смог вернуть. Во время карантина кафе чуть не ушло на дно. Марку пришлось катать на велике доставщикам еды сутки напролет, чтобы заработать и хоть как-то удержаться на плаву. А енотам? А енотам помогли небезразличные люди, которые скидывали деньги на корм и мягкие игрушки. Сколько таких кафе в Харькове, я так понимаю, одно? В Украине мы были первые. Появились позже конкуренты. И как? Через 2-3 месяца после нас, слеза все, даже поставщиков наших, они открылись тоже в Харькове с одним енотом. Я ходил к ним после открытия и я их учил, как вести себя с енотами, потому что их персонал не знал, что делать с енотом, а мне очень болит, ну типа за других енотов и все. С августа месяца каждое божье утро в 7.30 утра я гуляю с енотами. В 23 я закрываю кафе, в 7.30 я гуляю с ними. И каждый день, то есть 5-6 месяцев, неважно, я каждое утро и вечер здесь, здесь с енотами гуляю. И только вот в начале года я уехал на 3 дня и я очень грустил, переживал, потому что я не знал, как там мои бубочки вообще в принципе, потому что, ну реально, вот мы уже, нам больше года и они со мной всегда. Я понимаю, что это супертяжелый бизнес в плане того, по нескольким причинам. Тяжелый бизнес, потому что не умеешь вести бизнес. Второе, супер рисковые идеи. Третье, были еще экозащитники. Четвертое, отсутствие полностью личного времени, потому что 20, практически 24 часа ты находишься со своими животными, со своим кафе, с уборкой, с какими-то траблами, которые происходят. И... Я не могу как... Это выглядит уже не как воровство, я тебе так скажу. Ну, вы поняли, при стольких минусах я бы кафе с енотами открывать не решился. Да и мне хватило уже того, что я увидел на кухне, чтобы понять, что к этому бизнесу у меня как-то не лежит душа. Енот это как и собака, как и кошка, ну не, кошка не, кошки это тут, да. А вот енот это как собаке всегда предан, они всегда поддержат. Они всегда найдут, что разрушить в твоей жизни. Алло. Да, привет вам. Ну, занят сейчас, немного работаю. Классная информация, мам, я тебе лайк показываю в телефон. Не, еще не ел, но сейчас поем, сейчас поем. Пока. Мама волнуется просто сильно. Прикинь, говорит, собака съела свечки в доме. Видимо, парафиновое настроение, понял? Хорошо, что спросил про собаку. У меня, друзья, как-то купили кота на рынке в Берсидском. Пришли домой, откармливали, а через месяц оказалось, что тут Пекинес, прикинь. Ну вы, умора, а не история. Кстати, тоже не будь голодным. Все, шах и мат. Пей йогурт, он вкусный, натуральный. Угу. Угу. Фу. Да я ем. Пан или пропан? Вы можете задаться вопросом, а что я делаю на заправке? Про какой стартап я собираюсь рассказать? Да все просто. Здесь я буду играть настольный теннис. Ха? Как вам такое? Это не просто так еще настольный теннис. Я буду играть с роботом. С ума сошли. Здравствуйте. О, привет. Это Сергей. Ему 39 лет. И по складу ума он самый настоящий технарь. Ну это из этих, которые любят закрыться в гараже и паять там какие-то платы, соединять проводочки. Но, что необычно, Сережа еще и спортсмен. Вернее, он просто очень любит настольный теннис. А главная загвоздка настольного тенниса какая? Правильно, в него нужно играть вдвоем. А где взять такого друга, который посреди ночи примчит играть с тобой в теннис, потому что приспичило? Вот поэтому-то Сергей и собрал себе такого друга сам. Что он умеет? Вверх, вниз, влево, вправо. Ты сам себе программируешь ту игровую ситуацию, которую ты собрался отрабатывать. То есть есть еще приложуха какая-то, да? Да, есть приложение, которое программирует этого робота для всего. Вначале был робот, да, изобретено? Потом уже приложение или все сразу? Все сразу. То есть изначально задумывалась робот вместо… Дорогая штука в изобретении, в изготовлении была. Если считать время, то да. А если считать деньги? Если считать деньги, то бесплатно для меня, потому что я это все сделался. А, это сам ручное сделано? Офигеть. Ну вот это каждая из этих штук, каждая из механизмов стоит каких-то денег. Что надо было купить? Ну, как бы для меня, наверное, это обошлось тысяч шесть долларов, я так думаю. Неплохо, неплохо. Еще пять лет назад был какой-то робот Кука, как-то так назывался, который прямо… Это рука, а железная рука, которая прямо отбивает и вообще все остальное. Всем привет, дорогие друзья. С вами Демон и Андроид. И Андроид. Это промышленный робот, который они запрограммировали для игры в теннис. Очень крутая штука, на самом деле, но и стоит очень дорого. Это роботы, которые применяются на конвейерах в автопромышленности, там еще где-то. Понял. Обычный человек себе не купит робот за миллион долларов в гараж для того, чтобы поиграть в теннис. А этот сколько стоит? А этот стоит порядка 700 долларов. Принцип работы робота очень прост. Главное в нем три ролика, который запускает мячик в игрока. Всю магию обеспечивает программа, которая этим роботом управляет. Ей можно задать любые параметры, меняя стиль игры от ненапряжного до реально хардкорного. Не самый сложный уровень. Не самый. Хорошо. Я ему соплю пущу. Отобьет он или нет? Не отбивай. Ничего не можешь, ты просто железяка. На. А давайте, что это сложнее. Сложнее? Держи. Стоять! Идея сделать такой робот родилась у Сергея еще 8 лет назад. И ему понадобилось целых 4 года на то, чтобы окончательно поверить в эту идею. Но все не зря. Сейчас Тенни робот продается по всему миру. Хотя, правда, пока только под индивидуальный заказ. Чтобы выйти на более масштабное производство и дистрибуцию, нужно пройти еще 9 кругов стартап ада. Сколько таких вы можете сделать за месяц? Давайте лучшие времена возьмем. Сколько нуждалось людей в этом? Ну, реально около 10 человек в месяц в этом нуждаются. А, то есть семьюрочка такая? Проблема не в том, сколько количество людей нуждается, а в том, чтобы сделать это промышленным способом и со всеми сертификатами. Чтобы это можно было официально отправить, допустим, партии товара за границу. И сейчас такая работа ведется. Ну, а пока продается так, как есть. Что такое сертификация для такой штуки? Норма безопасности. Чтобы никого из детей, которые тренингуются в зале, не ударило током. Дальше начинается… Здесь используется Bluetooth. Это очень опасно, да. Нет, это не опасно. Это не опасно. Это радиоинтерфейс, который может своими помехами влиять на, например, работу твоего телефона. И вот чтобы получить этот сертификат, нужно еще пройти… То есть, чтобы это устройство не излучало в эфир помехи и все остальное. Самое страшное – это подготовка производства. Там много пластиковых деталей. Вот ты спросил про ведро, да? Про ведро, да. Ведро я пока делать не научился. Почему? Ну, например, подготовка, там, пресс-формы для изготовления такого ведра, она обойдется по прикидке, там, не знаю, там, тысяч 20 долларов. Так подождите, зачем? Если можно пойти в ОКЕ накупить, в Эпицентр, где угодно накупить ведер. Да, но мы говорим о промышленном производстве. Ну, а что тут может быть опасного? Сертифицировать за 20 000 баксов ведро? Не, сделать форму, которой будут отливаться эти ведра. А, то есть сразу с этой перепонкой, чтобы было, да? Ну, а эта перепонка – это отдельная форма, которая еще на 5000 долларов потянет, ну и так далее. Да ладно, и фанера тоже сейчас… Ну, фанера у них тоже не будет. Так а почему? Ну, типа, или вы хотите просто такой педант, что вы хотите, чтобы все эти штуки выглядели идеально? Моя цель – выйти на рынок не Украины, а мира. То есть сейчас, да, продается в США, продается в Европу. Но чтобы продать это партией, вот придется сделать всю эту работу. Сколько нужно денег, чтобы это стало нужно? Выйти на рынок в Америке, выйти на рынок там… Ну, по моим прикидкам, это порядка 60 000 долларов. Мне одному сейчас кажется, что вся эта идейка очень просится, чтобы ее показали на одном известном нам сайте, где раздают деньги налево и направо. А ваш робот есть на Kickstarter? Нет. Почему? Когда он еще был на этапе такой простого-простого прототипа, разработки, ну, идеи, как говорится, витают в воздухе. И если тебе что-то взбило в голову, то, скорее всего, эта же самая идея пришла, еще там 5-10 человек ее посетило. Вот. То есть идею такого робота сделали американцы на Kickstarter, ребята, ну, уже года 4 назад. И они запустили его? Они запустили этот робот на Kickstarter. Они собрали на Kickstarter там 270, по-моему, тысяч долларов. И потом еще добили… есть аналог Kickstarter Indiegogo. Ну, работает так же, в принципе, тот же. То есть они повторную кампанию еще там запустили. В общем, в сумме они собрали там чуть ли не под полмиллиона долларов. Зачем им нужно столько денег? От того, о чем я рассказывал. То есть им нужно было на разработку, на производство, и сертификацию, и отправку. Так, хорошо. А они сейчас запустили его в работу? А дальше началось самое интересное. То есть ребята до сих пор кормят завтраками. О, так это мои друзья были сейчас. Я тоже подумал, что на Kickstarter классно придумывать какую-то идею, запускать и собирать просто бабки. И все. Ну, это не совсем честно. I don't give off. Ты сначала делаешь что-то маленькое, нужное. Ну, типа там по 5-10 баксов собираешь с людей. Производишь это. Потом делаешь чуть-чуть больший проект, где собираешь по 20-30 баксов. Тоже выпускаешь. Потом вкладываешься в рекламу, делаешь что-то неимоверное на 3D. Ну, типа модели. Прям какую-то даже делаешь модель, которую можно пощупать, но уже за 200-300 баксов. И люди, ну, ты-то уже с именем, и тут ты их кидаешь. История Укербурга. Да. Да. В Киеве так дома строят. Без газа, без света. Хорошо. Я придумал тоже какую-то штуку. Чашку с двойным дном. Типа термочашку для стадионов. Допустим, открывают, они нюхают там чай или кола. А внизу, я когда открываю дно, оттуда выпрыскивается виски в эту колу. Ну, допустим. И я такой, о, какая идея. Ничего себе. Запустил на Kickstarter. Там какие-то были ребята, которые уже пытались такую идею запустить. Собрали бабки. Такая же история, как у вас. И я думаю, так, что дальше? Что вы делаете? Ищите инвесторов или… Я решил просто пойти по пути, по которому я сейчас иду. То есть, малыми сериями начать продавать и эти деньги перевкладывать в производство и разработку. А почему не инвесторы? Ну, с инвесторами там… То есть, на самом деле, всем инвесторам нужно показать достаточно быструю окупаемость проекта. И чтобы это было им интересно, то есть, ну, чтобы они там, допустим, в 4-5 раз хотя бы подняли то, что они вложили, они отбили бы. Если бы я делал этот бизнес, то меня больше привлекает… Деньги, деньги, деньги. Само приложение. Я так понимаю, что это была достаточно нудная работа сидеть самому и собирать этого робота. Вообще, в какой момент вы поняли, что не надо это бросать, хотя бы забросили. Я бы, ну, вот первые 5 минут посидел бы и сказал, да, ну, нет, это сложно. Я пазлы сиди собираю. А я бросал 2 раза. Наступает момент, когда кажется, сколько же можно этим заниматься, пора уже бросить. А потом хочется сделать все-таки еще немножко добавить. Вот ты спишь ночью и потом, блин, ну, можно же еще вот эту штуку туда сделать. Это похоже на собирание машины, если бы ты собрал и разобрал машину просто обычную? Скорее всего, это похоже на то, как ты собираешь машину из деталей из трех разобранных машин. Ну, мне все понятно, это не мое. Ребят, это сильно сложно. Это, ну, 10 человек, 2… Если инженер-технарь бросал это 2 раза, ну, я даже не начну этим заниматься, понимаете? Вам, наверное, показалось, что я как-то загрустил. И вот что я вам на это скажу. Да, так и есть. Да потому что, блин, четвертая программа, я вообще не приблизился к тому, чем бы мне заняться. Что, думали это юмористическое шоу? Нет. Теперь это грустное шоу. Все. Как вам такой поворот? У меня же был стартап в Харькове. Я здесь преподавал пикап. Будучи девственником, я учил людей, как правильно затащить девушку в постель. Знаете, сколько я поднял денег? Ничего. Просто любовь не продается. Я понял, что я в своей жизни ничего сам не произвел, ничего не сделал. Пою песенки на сцене. Веду какую-то программу. Тупо порезитирую на жизнях людей. Настроение какое-то такое у меня сегодня. Давай не будем сегодня работать больше. После всех моих размышлений о жизни, смерти и призвании, я все-таки взял себя в руки и решил продолжить шоу. Но мне захотелось его немного изменить. Поэтому я на один вечер отошел от графика, составленного продюсерами, и приехал на станцию метро Студенческая. И как харьковчанин вам говорю, райончик бомба. Что-то типа киевской троечины, только еще веселее. Я знаю, что в Харькове есть святое место, где на протяжении 30 лет работает бизнес изо дня в день. Киоски шаурмой, наверное, передаются от отца к сыну и так далее. И здесь никогда нет простоя. Здесь реальные бизнесмены. Я не знаю, как они делают бизнес. И я хочу это узнать. И сейчас я это сделаю. Здрасте. Здрасте. Что нужно для человека, который вот здесь работает? Что самое главное в вашем бизнесе? Что? Самое главное? Да. Повар. Повар? Да. Я понимаю, что бизнес шаурмой не кажется чем-то престижным и классненьким. Но при этом без никаких кикстартеров, бизнес ангелов и грантов люди здесь годами просто стабильно зарабатывают деньги. И мне хочется понять, как устроена эта индустрия. Индустрия шаурмы. Дочка, 12 дней назад родится, а меня зовут. Поздравляем. Очень приятно. Очень вкусно, Розван. Спасибо большое. Спасибо. Вкусно? Пока, да. Здрасте. Можно мы с вами поговорим? Спасибо. Все. Кайф. Супер. Самая главная фишка, если ты будешь соответствовать техникухне, понял, то у тебя не будет прибыли вообще. У меня, допустим, еда полностью отличается от всего. У меня свой соус, свое мясо. У меня все свежее. Вот ты пришел сюда, решил договориться заточку, арендовать ее. Ребята не начали приходить и говорить, ну… Они начали приходить, у меня рецепты перед. А, вот так? Да, они хотели узнать, что у меня здесь за еда. Потому что у меня сразу все сполошились, вот у меня был вообще… А вот этот, который сейчас говорит в микрофон. Это я, это мой голос. А это твой? Я тут постоянно, я тут две недели, короче, всех созывал. Я понял чисто, что… Сколько здесь уже работаешь? Месяц. Месяц? Да. Сколько, если не секрет, сколько нужно денег, чтобы открыть здесь точку? Приблизительно, хотя бы, плюс-минус. Ну, если… ну, тысячи, полторы, две доллара. А нет именно физических тут противостояний? Так какие ко мне физические? Я ж поэтому и спросил. Это Саша. Ему 23. И, честно говоря, пересказывать его историю вот так вот в двух словах просто язык не поворачивается. Поэтому пускай он рассказывает сам. Чем я занимался? Поставками там мелкими, кроссовки продавал, все дела. Потом оно все разрушилось. А, у меня еще и секшоп-магазин, кстати. Неплохо. Да, да, да. То есть он тоже провалился. Ну, меня на рекламе чисто обманывали, понял? Ну, в итоге так получилось то, что я поехал в Польшу и работал там доставщиком, понял? Я приехал сюда, у меня денег всего было 20 тысяч, понял? Я их все тут всадил. Вот сюда? Нет, нет. Садил просто, потому что там на квартиру. А, все, понял, понял. Нужно было где-то жить, понял? Я сижу без денег, я доедаю вообще. Крошки одни, понял? Ага. Ничего нету. Я с утра, с самого утра, вот идея пришла заниматься зерном. Я с 6 утра, понял, до самой ночи сидел на телефоне. Постоянно. Три месяца. У меня ноль было результата. И потом 150 штук стрельнуло, понял? Типа зерном ты, в смысле, продавал или где-то у кого-то? Да, да, да. Вот все говорят, нужны деньги там для того, чтобы начать бизнес. Дропшиппинг. Дропшиппинг это самая обалденная тема. Офигеть, прикольно. Ты можешь брать человека, ты можешь взять вещь любую, ты можешь взять все что угодно и перепродать ее, либо сдать в аренду. И тем самым заработать другому человеку деньги и взять свой процент. Угу. Я зарабатываю эти деньги, понял? Вкладываюсь в офис зерном, понял? Набираю народа, у меня куча людей, понял? Из-за карантина это чисто идет жесткий убыток, понял? У меня остаются копейки, понял? Я вкладываюсь сюда, так скажем, и начинаю раскручиваться здесь, понял? Как вот ты пришел, как ты нашел это место? Вот именно вот это то, что здесь свободное оно? А я здесь, я здесь раньше крутился. Я был больше, понял? У меня была фигура на чемпионат Украины. Ты сейчас не маленький. Не, сейчас маленький по сравнению с тем, какой я был, понял? На чемпионат Украины, понял, готовился по бодибилдингу. Мне предложили модельную работу в Москве. Ага. 23. Нигера тебе. Вот это у тебя жизнь именно за 23 года. Меня с 20 дома выгнали, понял? Мои эти, сейчас скажу, опекуны, понял? Ага. Они выгнали меня с домом, потому что я в доску гасился постоянно. Ну я правда, я очень хотел уехать. У меня смелости, понял? Ага. Знаешь, вроде есть у тебя мечты и цели, но ты не можешь вырваться. Ты вырываешься, а тебе страшно. Что там делать? Куда идти? Постоянно за деньги думаешь. Но на самом деле здесь слишком просто. Я считаю, что надо просто делать. Так, потом ты вернулся сюда, занялся зерном. Слушай, нет, нет, нет. Я вернулся сюда, я занялся кальянами. Я купил простые наносмоки, понял? Короче, сейчас, брат, один доготовится и все, извини. Я тебе потом придешь, я тебе две шавухи бесплатные сделаю. Я покупаю кальяны вот эти наносмоки черные, понял? В них проблема. Они очень сильно царапаются, во-первых. Во-вторых, заливают. Если ты продуешь, у тебя фонтан будет с этого. Вот я кальян, видишь, что я покуриваю. И мне приходит идея взять, обклеить их карбоном, сделать свой бренд, понял? Я нахожу фотографа, мы записываем крутое видео, понял? Делаем эти кальяны вообще жестиками такими, когда все смотрели с такими глазами вообще. Я еще маркетинг-план в голове такой продумал, понял? Куча фраз сделал всяческих ответов. У меня такой жесткий маркетинг. Я давлю, понял? Где ты этому все научился? Да я уже жизнь понял. Я маленький был, щуп, меня все задрачивали жестко. И мне это не нравилось. Я просто-напросто понял в один момент, что таким быть не хочу, понял? Я начал в 16 лет там меняться. Когда у тебя появилась эта мысль сделать вот здесь что-то? Вот как к этому ты дошел? А, ну я же и про кальяны рассказывал. Вот, про кальяны, да. Я с них все началось. Вот, кальяны. Я их просто продаю здесь. И потом подумал в тот момент, нужно открывать, попробовать открыть точку. И прошел вот эту всю хрень с Польшей и так далее. Приехал сюда с зерном, понял? И тут Атеф держит все это. Мужичка, ну очень добрая. Он мне отдал это. Он мне дал стол, мы с ним договорились. Холодильник, понял? Подогнал. Он, ну я тут покупал многое тоже, понял? Как пол вот этот стелили мы. Вот эти навесы и так далее. Но он мне мангал еще подогнал. Я парень про... Ну, так говорят, понял? Что я прохаванный. Ага. Когда с человеком общаюсь, уже сразу видно, что будет в будущем, понял? Ну, как он общается, как он ведется. Я сразу, когда пообщался с этим внизу арендодателем, понял? Я осознал, я осознал чисто моментально, просто по разговору. Сейчас, подожди. Это уже у вас сложная жизнь. Спасибо, брат. Спасибо. Хорош. Сколько здесь нужно продать тебе в день или в месяц шаурмы, чтобы нормально себя чувствовать? Ну, вообще еды, типа, чтобы это нормально себя чувствовать? Ну, в день... Ну, штук 50 хотя бы, понял? Тогда будешь теперь нормально. И вообще, я сейчас с Макдаком связался, понял? Ну, с Макдональдсом. Я понял. Я месяц их вызванивал, мужик. А что ты хочешь с ними? Я хочу... У меня есть рецепт обалденный просто. Я тебе говорю, люди, когда кушают, они аж глаза закрывают, понял? Они выпадают. Я уверен, что они его купят. Посоветуй людям, которые боятся вложить деньги, которые не знают, что делать. Посоветуй, как вот так жить, типа, в любую движуху взрывать? Боюсь очень сильно, ты себе представь. Не заметно. Очень сильно боюсь. Где этот переломный момент? Что ты говоришь себе, типа, блин, да ладно, что будет, то будет? У них должна быть либо цель, либо они должны хотеть кем-то стать, кем-то быть, видеть себя как-то. Вот у меня есть знакомый, он хочет легких бабок. Он хочет, я там, у меня лям был тогда, я на тачке ездил. Я говорю, а сейчас ты где? Это вчера буквально. Ты идешь рядом со мной, ты 100 килограммов весишь. У тебя жир, у тебя сиськи висят, как у девчонки. Я говорю, где ты сейчас? Ты говорю, посмотри на то, где ты сейчас, что у тебя было, понял? Я потом, я хочу это. Я говорю, иди ко мне, работай. Я говорю, будь здесь, попробуй что-то, вкуси крови, ну, как зарабатывать деньги. Если ты хочешь, мне кажется, добиться чего-то, нужно покопаться в говне жестко. Потому что не покопаешься, не поймешь цену, понял всему. Я так увлекся Сашиной истории жизни, что даже забыл попробовать шаурму. Но дело, как вы поняли, вообще не в ней. Дело не в идее бизнеса, а в человеке. Саша в свои 23 года уже торговал кроссовками, кальянами, зерном, работал доставщиком в Польше, жил на улице в Китае, открыл секс-шоп, занимался бодибилдингом. Ну и вот, открыл точку с черной шаурмой. Честно говоря, не удивлюсь, если однажды зайду на предвыборный участок, а там фотка Сашиной бицухи в пиджаке и подпись. Убирай майбутнее. Спасибо тебе огромное за то, что рассказал. Подпишись лучше ко мне в инсту. Хорошо, Саня, сейчас вы приходите в макгрил барбекю. Да. Саня, отлично. Я думаю, что когда вы придете, вы уже возможно не увидите Саню, потому что он в этот момент продаст свой рецепт Макдональдсу и будет где-то в Америке. Да, я заработаю миллион долларов, ребята. Саня, я надеюсь, что ты заработаешь миллионы. Я это к чему? Да к тому, что мы в своих тепличных столичных условиях вообще оторвались от реальной жизни. Сидим дома на мягких диванах и думаем, ну блин, как придумать креативную идею. Ах, как лень что-то делать. Почему вообще никто не видит, какой я гениальный? Знакома? Вот и мне знакома. А как бы можно было и поднять с дивана пятую точку и рискнуть что-то сделать. Главное, чтобы было желание. Если желание есть, просто быть внимательным к окружающим ситуациям, ловить эту идею. Она может быть абсолютно неожиданной и очень странной, но ловить ее и пытаться сделать. Если ты слышишь, допустим, со стороны, что можно где-то заработать денег, допустим, на том же зерне, просто сделай звонок, это самое главное. Один сделай, ты уже что-то будешь знать. Сделай второй. Сделай третий, четвертый. И мотивация будет жесткой. Можно посмотреть десятки раз, можно посмотреть кучу советов, можно посмотреть бизнес, там анализы и все остальное, но только попробовав и создавая что-то, удастся чего-то сделать. Самое главное – это верить в себя и в Бога. Самое главное – ты должен верить до конца. Потому что я на улице жил, и у людей, у которых нет семьи, родителей, они неблагополучные. Это наоборот, это не делать акцента, это сделает их намного сильнее. Ребят, Харьков-Салтовка пишет уже, мне кореш сбрасывает, что Вова Дантес во время сегодняшней прогулки во Харьков не удержался, заскочил за шаурмой на студенческую. А почему без маски? Ого события, знать бы кто это. Кто это вообще такой, что столько шума вокруг него? Ребят, зато шума много. Земля ему пухом после шаурмы на студенческой. Помянем кудря, вот третьего трека так и не услышали. И твоя мама верила, что я ходил за мялом. Спасибо, ребят, спасибо. Слушайте, пройдясь по студенческой, по аллее грез в виде шаурмишной, я понимаю, что мы все в таких разных слоях живем, в таких разных слоях смысле мышления. Потому что есть люди какие-то, которые получают образование, знают, как что-то придумать, но абсолютно не шарят, как это масштабировать, как себя промоутировать, как о себе рассказывать. А есть люди, которые вот здесь работают всю жизнь и не боятся о себе рассказывать. Они постоянно занимаются тем, что промоутируют себя и рекламируют. Но соединить бы вот эти две категории людей в одну, мне кажется, мы были бы самой богатой страной в мире. Класс, ну не знаю, кстати, я поел немного шаурмы, интересно, все ли будет со мной хорошо, потому что она была вкусная. Но и с другой стороны, я там крысу видел, которая пробегала. Ну а что, я ел крысу в Кубе, на Кубе. Все, я накручивать себя начал. Давайте поедем в скорую куда-нибудь. Ребят, 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 вы думали, мы забыли про конкурс? Да, так и есть. Но это не потому, что мне стало плохо после шаурмы в Харькове. Просто понимаете, вот эти съемочки, переезды, ну в общем. Я до сих пор ищу классную идею для своего бизнеса, для стартапа. Поэтому присылайте мне свои крутые идеи. И автор лучшей идеи получит вот этот вот мерч. Так что жду. Все, пока.